Субтитры делал DimaTorzok Новогоднее настроение. Наверняка кто-то уже проснулся и попивает свежезаваренный кофе, ну а кто-то делает пробежку вокруг дома, либо кто-то еще спит. А вот если возьмем, к примеру, европейцев, они ложатся спать в 9 вечера и встают в 5 утра. Ну что ж, дорогие друзья, давайте все-таки последуем этому примеру и встанем прямо сейчас и займемся разминкой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Орехи, изюм, корица и яблоко. Так, начнем пока раскатывать тесто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, тесто у нас готово, теперь начнем нарезать яблоки. Яблоки полезны всеми питательными веществами, железо. Так. Сначала мы его почистим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь начинаем резать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь берем грецкий орех, заранее отбираем от шкурок и тоже начинаем резать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, теперь берем изюм, тоже отбираем, чтобы не было ни камушек, ни веточек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь добавляем сахар, чтобы наш штрудель был сладким. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь добавляем немного корицы для вкуса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И все это перемешиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь выкладываем на слоеное тесто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И легким движением руки заворачиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь берем противень, смазываем растительным маслом, чтобы не прилипало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь яблочный штрудель укладываем в противень швом вниз и начинаем запекать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот наш штрудель готов. Теперь его разрезаем пополам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Укладываем в тарелку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккуратненько. Теперь берем мороженое. И украшаем его топпингом. Кто какой любит шоколад, карамель. Да мы возьмем карамель. Он больше сочетается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот у нас получился такой красивый яблочный штрудель. Всем приятного аппетита. До новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Буквально на днях японские журналисты посетили наш город Уральск, чтобы снять ролик про наших спортсменов по шорт-треку. На минувшей неделе японские журналисты проявили интерес к западно-казахстанским спортсменам. В свою очередь журналисты посетили ледовый дворец спорта, теннисный корт и встретились с ведущими уральскими спортсменами, кандидатами на участие в зимних Олимпийских играх Нурбергеном Жамагазеевым и Абзалом Ашгалиевым. К слову сказать, в документальном фильме, который составит 20-25 минут, в нем журналисты расскажут обо всех спортсменах, которые примут участие в зимней Олимпиаде, которая состоится в феврале 2018 года в городе Пхенчхан. В преддверии праздника дня первого президента Республики Казахстан проходит множество мероприятий в нашей области. Одним из таких праздников была праздничная выставка, которая проходила в библиотеке имени Жубана Молдогалиева. Смотрим на экран. На днях прошла выставка в библиотеке имени Жубана Молдогалиева, посвященная ко дню первого президента Республики Казахстан. Праздничная экспозиция состояла из нескольких разделов, где были собраны практически все издания, которые помогут читателям лучше узнать о деятельности президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. У нас день, первый президент Казахстана. Я как соратник в далеком 58-м году. Мы первые со всего Казахстана. Разник, где металлургический завод есть, учились, работали. Все мы потом темиртовые познакомились. Весь мир знает, это только заслуга нашего президента. У нас все было спокойствие, всегда было. Граждане наши в дружбе жили, все юноши, наши будущие, все молодежи, чтобы были, учились, специальности получили. На данной выставке представлены его школьные годы, молодость, зрелые годы и, конечно, вся многогранная деятельность, направленная на укрепление и развитие нашей независимости, на развитие всех сфер нашей жизни. Кинотеатр «Синема Парк» каждый раз радует различными новинками. И в этот раз был показан интересный мультфильм на казахском языке «Тайна Коко». Но более подробнее в следующем сюжете. В Уральске состоялся показ увлекательного мультфильма «Коконе Копиасы» на казахском языке. Отличная возможность жителям и гостям города посмотреть премьеры мультфильма на государственном языке подарил комфортабельный кинотеатр «Синема Парк», который расположен в ТРК «Сити Центр». Мы сегодня получаем качественный продукт, который мы можем смотреть, который мы можем рекомендовать своим родным, близким, друзьям. И мы бы хотели призвать население нашего города приходить в кинотеатр и смотреть вот такие качественные продукты именно на государственном языке. В целом было переведено 23 фильма на государственный язык и озвучены профессиональными актерами. В свою очередь на показ мультфильма были приглашены школьники городских школ, которые от просмотра мультфильма получили исключительно положительное впечатление. Качественные изображения и глубокий звук позволили любителям мультфильмов погрузиться в атмосферу увлекательной истории. В Уральском русском драматическом театре имени Островского был устроен фестиваль «Малиновые зори». В нем приняли участие все творческие коллективы со всей области. В Уральске прошло празднование Дня Михаила Архангела, который еще называет Михайлов день. В этот православный праздник по традиции начинается гуляние, которое проходит, как правило, весело и светло. В праздновании приняли участие представители различных этносов, проживающих на территории Западно-Казахстанской области, чтобы в очередной раз показать, что наш народ един, сплочен и дружен. В зале Островского проходит продолжение праздника День Михаила Архангела. Мы назвали его фестиваль «Малиновые зори», где объединили все наши коллективы творческие со всей области. Здесь ребята с Тоскалинского района, с Переметного, с Зеленовского района и многие другие районы представили свое творчество. Именно казачий быт, казачью кухню, казачьи традиции. Также ребята с Российской Федерации поддержали нас, приехали отпраздновать с нами этот праздник. Сегодня в зале мы, как видим, для нас это очень радостно и отрадно, что представители молодежного поколения присутствуют. Наши ветераны, которые начинали все это дело. Ну и, конечно же, жители средних лет, среднего поколения, которые сейчас берут это все в руки и делают. Мы впервые на этом мероприятии представляем Российскую Федерацию, приграничную Оренбургскую область, Тошлинский район. Наш коллектив очень большой, 10-12 человек. В нем мы занимаемся только казачьей культурой, пропагандируем ее с удовольствием, принимаем участие во всех межрегиональных, международных фестивалях и конкурсах. Всегда с удовольствием откликаемся. Мы существуем уже более 15 лет. И как бы репертуар наш очень богат. И в целом, конечно, мероприятие очень хорошее. Итальянская кухня любима во всем мире. Но, к сожалению, не каждый может пустить солнечную Италию. Но, к счастью, в самом центре города находится итальянский ресторан «Мама Мия», где представлены самые вкусные заморские блюда. С добрым утром, дорогие телезрители! Я сегодня вновь в самом настоящем итальянском ресторане «Мама Мия». Ну что, дорогие телезрители, сейчас я также по традиции выберу что-нибудь интересное. И, как вы уже знаете, никакая итальянская кухня не обойдется без пиццы. Вот ее и выберем. Продолжение следует... Ну что, принесли итальянскую пиццу. Я уже с нетерпением хочу попробовать это блюдо. Я думаю, что оно будет очень вкусное. И, как говорят итальянцы, я могу сказать одним словом – белиссимо. Так что советую приходить в итальянский ресторан «Мама Мия». Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время подходит к концу. Мы с вами прощаемся, но совсем ненадолго. Ведь уже завтра мы с вами встретимся вновь. Овный день приносит много хороших идей. Не все задуманное удастся реализовать сразу, но позже вы вернетесь к своим замыслам. Окружающие оценят их по достоинству и помогут воплотить в жизнь. Тельцам этот день принесет немало трудностей. Вы сможете преодолеть их, но это потребует усилий. На легкие победы лучше не рассчитывать. Помните, что спешка в делах сейчас недопустима. Близнецы. Начало дня подходит для делового общения. В это время можно проводить важные переговоры, встречаться с людьми, от которых зависит ваше профессиональное будущее. Нетрудно будет произвести хорошее впечатление. Возможны успехи в учебе. Раки. Благоприятный день для общения. Вы легко находите общий язык с окружающими. Часто это оказывается полезным в работе. Будет возможность решить какие-то домашние проблемы. Помочь членам семьи преодолеть трудности. Львы. На первую половину дня ничего важного планировать не стоит. В это время добиться успеха едва ли удастся. А вот допустить ошибки будет очень легко. В делах лучше рассчитывать только на собственные силы, даже если окружающие не раз обещали вам помочь. Для дев день будет довольно удачным. Возможно, неожиданности, не слишком приятные сюрпризы. Но они не помешают вам добиться успеха. Важно не терять душевного равновесия, подходить конструктивно к решению любых проблем. Весы. Трудно будет сосредоточиться на делах. Ваши мысли витают далеко, и вы больше озабочены поиском ответов на философские вопросы, чем решением практических задач. Благополучно завершить то, что было начато раньше, удастся лишь благодаря помощи союзников. Возможно, романтические увлечения на работе. Скорпионы. Трудно будет поладить с окружающими. Поводы для разногласий возникают чаще, чем обычно, а достичь компромисса не удается. Старайтесь держать эмоции под контролем, когда имеете дело с людьми, которые могут повлиять на ваше профессиональное будущее. В Стрельце день будет достаточно удачным. С профессиональной точки зрения особенно хороша его первая половина. В это время можно добиться успехов в работе, обзавестись полезными связями, найти новых помощников. Козероги могут в этот день дать волю фантазии. Именно благодаря ей вы сегодня сможете добиться успеха, справиться с делами, которые еще недавно казались слишком сложными. Можно экспериментировать, искать новые методы достижения цели. Водолеи. Этот благоприятный день хорошо подходит для решения практических задач. Вы не витаете в облаках, реально смотрите на вещи и правильно оцениваете свои силы. Будет возможность найти ответы на вопросы, которые в последнее время тревожили ваших близких. Рыбы. День будет полным событий, часто неожиданных и не всегда приятных. Однако вы сохраните спокойствие, не станете волноваться по пустякам или сердиться, что все идет не так, как хотелось бы. Зачем ты разгадывал тайны там, где их просто нет? Зачем задавал мне вопрос без всякой надежды на ответ? Зачем ты разгадывал тайны там, где их просто нет? Зачем ты разгадывал тайны там, где их просто нет? Зачем ты разгадывал тайны там, где их просто нет? Зачем ты разгадывал тайны там, где их просто нет? Зачем ты разгадывал тайны там, где их просто нет? Зачем ты разгадывал тайны там, где их просто нет? Зачем ты разгадывал тайны там, где их просто нет? Зачем тебе знать мою правду? Правда у всех своя Считай, если хочешь, что прав ты Или уйди в отрыв, так как я Стучался, не веря в стены Дырь ведь не заперта А ты хотел откровений Слушай меня тогда Моё сердце занято Мои крылья, а то Всё твой сладкий Не ищи виноватого Это сделал ты Моё сердце занято И я вновь не терпит пустоты Не ищи виноватого Это сделал ты Я не хочу твоих привычных и размытых фраз Я устала собирать любовь по осколкам Упустили, потеряли наш последний шанс Мы ломали всё, что строили с тобой так долго Не прости, разрешили остаться Я, наверное, смогу быть хоть тебя Доверять и опять обжигаться Не живёт любовь на пустых словах Моё сердце занято Моё сердце занято Моё сердце занято И я вновь не терпит пустоты Не ищи виноватого Это сделал ты Редактор субтитров А.Сёмкин Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова